Всем привет, ребята, с вами Юранка, и мы продолжаем свою серию гайдов на профессиональные, классные, крутые русификаторы. Сегодня нашему вниманию с вами выпал русификатор на игру Dead Space 2023 Remake, или как еще я его называю, Спайсовый Дед или Дед под Спайсом, как его еще называют анальные колики, но здесь уже, конечно, каждому свое. Ну что ж, что хотелось бы сказать. Прежде чем мы с вами приступим говорить о текстовом русификаторе, хотелось бы отдельно выделить кое-что. Это то, что в 2024 году, сейчас мы с вами где-то осенью-зимой, ближе к 2025 году ожидаем выхода озвучки от профессиональной крутой компании Games Voice. Дата выхода будет объявлена позднее. Следить за всеми событиями вы можете по ссылке в описании под видео на данной странице, либо вариант это в группе в ВК, вы можете также наблюдать за тем, когда произойдет какое-то либо обновление. Почему про это говорю? Потому что будет реально крутая, классная озвучка на эту игру. Главное просто дождаться процесса всего выхода. Тут варианты либо вы можете наблюдать сами, либо кто-то из вас, если заметит раньше, может сообщить также в комментариях. И, разумеется, об этом чуть позже я также дополнительно выпущу видео. Где купить игру? Можно в самом Стиме для российских регионов, насколько я помню, она недоступна, поэтому, вероятнее всего, вам придется его менять. Либо второй вариант, можно купить лицензионный ключ по ссылкам в описании под видео, например, на SteamBuy или платимаркете. Ну и также дополнительно вы можете где-то попытаться найти эту игру самостоятельно, но ее, как говорится, есть только лицензия. Поэтому в данном случае только варианты приобретения. Основная команда у нас с вами, как мы с вами видим, здесь описано уже огромное количество также актеров звучания, свыше нескольких десятков человек. Почему я об этом говорю? Потому что уже в преддверии. То есть ждем выхода именно озвучки. Я считаю это важным, об этом сказать, как раз-таки перед тем, как будем ставить простой текстовый русификатор от другой компании, чтобы вы просто были в курсе, что просто нужно дождаться, и будет все реально очень классно. А теперь давайте ближе перейдем к русификатору текста. Что он из себя представляет? По ссылкам в описании под видео у нас с вами также дополнительно будет две страницы. Это русификатор текста для тех, у кого игра находится в E-App, и для всех тех, у кого игра находится в Steam. Отличие у них небольшое, буквально в размере. Почему так много занимают русификаторы, сказать сложно. 780 примерно, 1-782 мегабайта, где была перелопачена полностью вся игра, и разумеется, все было переведено именно текстом, максимально, досконально и очень классно. Все это проделали авторы компании и команды TeamRig. Также дополнительно версия перевода 1.0 у 25.02.2024 требуем версии игры по состоянию 0.02.03.2023. Так же, как для Steam и для E-App у нас с вами они одинаковые. Помимо этого, загрузить все можно по кнопке, либо скачать медленно. Варианты, если вы регистрируетесь, то скорость с 2 мегабит в секунду возрастает у нас с вами до 20 мегабит в секунду, примерно 2,5 мегабайта в секунду, либо вариант через диск Яндекс.Ру. Здесь у нас с вами все скачивается на максимальной скорости, поэтому нет нужды регистрироваться. Другой момент. Если будут люди, которые спросят, то можно ли это все установить на Steam Deck? Да, на Steam Deck можно установить, здесь есть небольшая инструкция, но как сообщали пользователи, что после какого-то обновления на Steam Deck она не работает. То есть в данном случае вы, если хотите рисковать, конечно, можете попробовать установить на Steam Deck, но тут я ни заработоспособность, никаких гарантий вам точно не дам и не несу. Как и написано, на свой страх и риск, поэтому в данном случае, если хотите, милости прошу, можете все это проделать. Значит, что у нас с вами далее идет? По поводу возникающих вопросов разных каких-то либо обновлений, багов, ошибок и всего прочего, вы можете обращаться непосредственно на форум для обсуждения этого самого перевода. Ребят, я помочь вам ничем никак не смогу, если у вас что-то будет вылетать, зависать и так далее. Потому что, повторюсь, вы все проделаете на свой страх и риск. Любые модификации – это внедрение чего-то от себя. То есть в данном случае я уже ничем никак помочь вам не смогу с этим. Кнопка «Открыть» и там можете читать, изучать и также, дополнительно зарегистрировавшись, можете еще оставлять комментарии по поводу Dead Space и русской озвучки. Поэтому мы с вами поговорим позже. Там также в паблике Games Voice, это уже отдельно только по озвучке. Можно будет там задавать какие-то вопросы уже также разработчикам, если все это у вас будет возникать, появляться. Мы с вами скачиваем наш русификатор. У меня вариант версии для Steam. Я его уже скачал, 781 мегабайт. Давайте теперь с вами поговорим. Не вижу смысла показывать вам пример английского текста. Все вы так его видели, все вы так знаете. Потому что, тем более, что, ну, сравнивать что с чем. Нечего. Dead Space 2023 Steam TeamRig.zip. Так выглядит наш с вами архив на русификатор. Что внутри себя содержит? Ттпапку Data и Cryptbase.dll. Если вдруг вам не понравится русификатор, то вы можете просто выполнить проверку целостности файлов в Steam и после этого у нас с вами все откатится обратно. То есть, в данном случае, вот у нас с вами Dead Space. Если вдруг вам не понравится русификатор, свойства, после этого в установленных файлах нажимаете проверить целостность файлов игры. Ни в коем случае, главное, не нажимайте это просто так, потому что после установки русификатора у нас у вас обратно все файлы откатятся и поменяются. Что мы с вами проделываем? Мы с вами заходим в нашу папку с игрой. Можно это сделать. Либо вариант вы самостоятельно можете найти папку, где у вас установлен Dead Space, либо через кнопку свойства, установленные файлы и кнопочка папка обзор. Вот здесь. Все легко и просто. Все, что у нас с вами необходимо проделать, это просто переместить папку Data и папку, файлик, простите, Cryptbase.dll, папку с игрой. На предложенную замену файлов нам необходимо будет с вами согласиться. Ждаем распаковки и продолжим. У нас с вами должно будет быть предложено к замене несколько файлов в зависимости от Steam или App. Возможно, что несколько файлов будут друг от дружки отличаться. Мы нажимаем заменить файлы в папке назначения. У меня предлагается 15 штук. Выполнили замену и после этого можем с вами запускать игру. В чем особенность? Особенность заключается в том, что у нас с вами будет не добавлен русский язык в игру, а заменен английский. То есть русификатор работает по типу замены английского на русский, а не добавление русского языка в игру. Это тоже ключевой момент, если кому-то вдруг будет это важно и интересно. Итак, вот мы с вами наблюдаем картину того, что у нас уже с вами работает русский язык. То есть все успешно, все удачно и все установилось корректно. То есть ничего сложного нет. Просто распаковать, как я и сказал, изначально с заменой файлов. И, собственно, вот мы с вами наблюдаем русский язык. Даже, смотри, даже на русский язык, даже текстуры перевелись. Надо будет, кстати говоря, по этому поводу сделать такую пометочку. То есть, смотри, все великолепно, что можно сказать. Выглядит все очень классно, все очень круто. И вот на русском языке. Это здорово. Это не может не радовать. Станция сохранения. То есть вот у нас с вами настройки. Язык субтитров у нас с вами здесь написан английский, да? Но, как мы с вами и сказал заранее, просто-напросто произошла замена английского языка на русский. Ну и дополнительно, это все наши необходимые, найденные нами базы данных, миссии. То есть все полностью переведено. Все, ребятушки, на этом пока все. Вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро идти не переключаетесь. Огромное количество гайдов, спеев. Все круто. Сможете к имену на канале. Ждаем выхода русской озвучки. И, конечно же, когда у нас с вами игра будет полностью прям переведена идеально. До новых встреч. И пока-пока. Скоро идти не переключайтесь.